парни всем привет с вами до воды и как я и обещал вам мы откроем эту коробочку вместе с вами только я конечно немного подглядел что там чтобы понять что за модель мне прислали поэтому давайте все таки то что внутри мы откроем с вами вместе как я и обещал так что нас ждет внутри транспортировочной коробочки а это вот такой вот бокс деревянный я его увидел и эта модель моза бризи это мини-версия вот так вот так вот так поставлю тяжеловато это мини-версия кальяна поэтому давайте ее вместе с вами открывать я ее тоже не открывал не смотрел так сразу скажу про цену 140 евро не знаю судите сами дорого это или нет но посмотрим на него и поймем дорого это или нет погнали опа ох ты как там все сделано аккуратно это не просто в деревянный бокс накидать все что должно быть в комплекте да так давайте потихонечку открывать полочки можно прям под болты потом использовать под болты и отвертки уф-уф-уф-уф ай-яй-яй как все красиво вы только посмотрите как все это аккуратно упаковано и у меня в комплекте идет две насадки так это мы отложим вот сюда вот так опа сразу видно блюдце блюдце металлическая толстенькая с гравировочкой мы о нем сейчас тоже чуть попозже поговорим так и ухты 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 парни смотрите что я нашел ага я понял я еще здесь заподозрил почему здесь так две насадки короче у меня есть вот такая такая и еще насадки боже мой что это прям подгончик божествен ага 4 насадочки 2 мунд штука о них тоже сейчас попозже поговорим все вроде больше ничего нет так колба у нас выезжает ебать так сильно симпатно так все а улей и либо скворечник у нас уже пустой поэтому его тоже выбираем с нашего рабочего пространства ухты 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 и давайте собственно все это примерно разглядывать начнем наверное с колбы так колба маленькая и я примерно прочитал на сайте о том что колба ручной работы и выдувается специально под кальяны мозы так колба маленькая меньше даже колб нету да то есть она такая маленькая симпатичная без дефектов ну крутая так погнали теперь смотреть так у нас есть основание что касается основания это полицита либо инженерный пластик у него семь шариков и вега из вертикальная продувочка нет магнитов значит все на о рингах и собственно вот так вот выглядит у нас дно дно индустрии да так идем дальше что касается блюдца блюдца очень прикольная толстая прикольной хорошей в правильной я бы сказал бы правильной формы с вот такой вот лазерной гравировкой мозы и мозы ага идем наверно к нашему самому интересному а потом уже посмотрим на все эти декоративные шахты так а что у нас есть у нас есть вот такой вот стопор под шарики и продувочный клапан так у нас есть опыта вот сложно вытащить будет наверно так здесь у нас идет коннектор под шланг на о рингах как я и говорил изначально и коннектор под нашу чашечку очень толстая нержа и на ней есть вот такие вот резбочки чтобы было все это удобно откручивать у нас есть нижняя погружная шахта она тоже сделана из нержи по полировке я думаю просто не стали заморачиваться и на ней нарезной диффузор то есть он не съемный и ничего ты сделать не сможешь но здесь мы видим типичных немцев и любители огроменных дырок так а есть еще одна деталь как я понял это шахта то есть то на что одеваются наши декоративные насадки и она уже идет тоже из нержи и сама по себе уже как декоративная насадка то есть ты как я понял можешь и надевать можешь и не надевать эти насадочки теперь идем к о пакетик так в пакетике у нас 10 шариков как я понял три запасных так это у нас все здесь закончилось и давайте посмотрим на мундштуки которые идут тоже от моза они занимаются еще и мундштуками ну очень здорово знаете для комплекта либо это только мне положили потому что как я понял что все вот эти шахты положили только мне для того чтобы я продемонстрировал типа как все это должно выглядеть на разных шахтах есть вот такой вот мундштук сразу его так аккуратно оденем и есть такой же мундштук но в более-менее другой расцветочки очень очень прикольно очень интересно хотя я думаю по форум фактору вы уже примерно знаете на что это похоже и у нас в россии есть куча производителей которые делают похожую форму так что здесь ничего удивительно мы такого не увидим что касается накладок я как понимаю они эксклюзивные то есть повторить такую вторую накладку уже не получится потому что узор постоянно будет эксклюзивным и индивидуальным так что давайте попробуем примерно кальян наш собрать и посмотрим как он уже будет выглядеть сборе и я пока буду собирать попробую определиться какую же насадочку мне одеть аллилуйя короче скажу так что эти шарики гораздо меньше которые мы привыкли то есть российский стандарт клапанных шариков это пулька для пистолета здесь они намного меньше если я сейчас про его окончательные и не найду те два то я считаю остался без запасных шариков в целом даже уже а при сборке без декоративных шахт смотрится гораздо таки интересно так мы это бросаем и теперь давайте попробуем определиться какую декоративную насадку мы оденем я думаю нам нужно одеть вот эту голубенькую мы его так чпоник и все отделась далее бросаем наше крутое прикольное блюдце и все это аккуратно закручиваем и в итоге мы получаем вот такой вот в сборе маленький красивый кальян что я вам скажу прикольно я последнее время люблю маленькие кальяны а еще маленькая пометочка в комплекте не было шланга не было мундштука и не было резинки под чашку так давайте я щас пойду все забью и начнем все это раскуривать а пока миссия иду забивать вы можете посмотреть как каждая декоративная накладка смотрится на этом кальяне а а а а и а и и Субтитры сделал DimaTorzok Охуительно, да? Смотрятся шахты разных вариантов И реально можно поэкспериментировать Поэтому, если вдруг вы решите заказывать этот кальян Хотя она вряд ли То примерно будете понимать, как каждая насадка выглядит в реальности Все для вас, ребята Теперь, маленькие такие нюансы Пока у нас греется чашечка Что мне примерно не очень сильно понравилось в этом кальяне Первое, мне не понравилось то, что у меня в данный момент нет выбора Покурить на диффузорной тяге Либо на более классической То есть шахта уже определила мой выбор И других вариантов у меня нет Мне не очень понравился мелкоразмерный шарик клапана Потому что с ним могут в дальнейшем возникнуть проблемы Будешь мыть, промывать Шарики укатятся в трубу Как, собственно, и укатились в твои 140 евро Потому что подобрать такие подшипнички идеальной формы будет сложно А если кальян будет сифонить, то это не очень круто Так что взрываем его вместе с вами И смотрим, какая же у него тяга Я примерно так воду, когда продувал, смотрел Много я набрал, либо мало я набрал То там было примерно понятно, что тяга не такая, как классическая немецкая Где вот такая вот трубень И все это очень легко-легко куриц Погнали Так Первое впечатление о тяге Она классическая То есть она далеко не та, которую мы привыкли видеть в немецких кальянах В ней присутствует сопротивление В ней присутствует бурление Примерно где-то среднее на уровне Мэтт Пира Даже сказал бы так, да, если примерно сравнивать, как это идет по тяге Здесь вполне я доволен Мне не очень понравился тот момент именно с маленькими шариками Которые идут в клапане Чем? Объясню То, что они нестандартной формы Их всего 10 штук И на кальян нужно 7 Когда ты, возможно, будешь промывать кальян Эти шарики утекут в сливочную трубу Как и, собственно, весь твой кальян Потому что будет сложновато подобрать такие же шарики Да, можно использовать подшипники Но с ними тоже, возможно, возникнет какая-то проблема Поэтому здесь бы идеально было использовать Как бы всеми привычные пульки По бродовке все окей Выдувается вверх Вроде не слюнявит В родной колбе все так же примерно хорошо выдувается То есть ты сделал одну тягу И все выдулось Правда, когда выдуваются, очень сильно гремят шарики Не знаю, кого-то это, возможно, будет напрягать Меня лично это не напрягает Но я решил тоже это озвучить Также из-за его маленьких размеров То есть он вполне компактно может сложиться Просто в какой-то маленький рюкзачок Либо в основной рюкзак И не занять много места Из-за маленькой колбы и маленького размера Так что как походный 100% Он по высоте чуть-чуть выше, чем крафт нано Но при этом все равно его можно называть мини-кальяном Из таких основных моментов я вроде все озвучил Все вам показал, как все это выглядит Поэтому если брать примерно мою оценочку данного кальяна То я ему поставлю 8 из 10 Почему 8? Объясняю Шарики Нет выбора То есть нет возможности Быстро, мобильно поменять диффузор на не диффузор И на этом, наверное, все Плюс, большой плюс декоративных шахт Что, конечно же, делает большим плюсом данный кальян И вы всегда можете заказывать не новый кальян А просто заказать новую накладочку Конечно, никто в России это делать не будет И в России он, как бы, я не знаю, возможно, нахуй никому и не нужен Гнать его за 140 евро И еще отдавать примерно такую же сумму доставкой дичел Так что, ребятки, всем пока Это Моза Шиша Германия Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok